Участники вебинара, я надеюсь, меня слышно, видно, и можем начать нашу сегодняшнюю встречу. Тему сегодняшней встречи я выбрала такую – онлайн-конструкторы для создания интерактивного контента. Проблема создания интерактивных материалов сейчас довольно актуальна и в библиотечной практике, и в школе. Если в библиотеке это различные интерактивные вещи, например, ленты времени, интерактивные карты, которые позволяют интересно представить какой-то контент, то в школе помимо этого перечисленного еще большой интерес вызывают сервисы для создания различных игр, викторин, дидактических упражнений и так далее, различных обучающих материалов. Поэтому сегодня я выбрала для небольшого обзора конструкторы, которые позволяют создавать такой контент. Я надеюсь, что информация будет полезна и библиотекарям, и педагогам. Конструкторы, почему я их выбрала? Во-первых, я отбирала те сервисы, которые, что называются, под одной обложкой позволяют создать сразу разный вид контента. То есть зарегистрировавшись в сервисе один раз, вы можете автоматически здесь создавать и ленты времени, интерактивные плакаты, и инфографику, и игры какие-то. Не нужно регистрироваться сразу в пяти сервисах, в шести. А можно вот с помощью одного инструмента сразу сделать много разных интересных материалов. Это первое. Второе. Отобрала стабильно работающие сервисы, которым можно доверять и которыми можно пользоваться бесплатно или условно бесплатно. Теперь о материалах нашего сегодняшнего вебинара. Презентацию, как всегда, можно скачать. Я думаю, уже напоминать не надо. Это раздел с изображением папочки. Там же, рядом с презентацией, я сегодня добавила еще текстовый документ. Он с таким же названием, только в конце написано «Ссылки». Это все ссылки, которые я буду сегодня в чат отправлять, может быть, даже немножко больше. По материалам сегодняшнего вебинара. В презентацию внутрь вставить все это многообразие не удалось, поэтому я их сегодня сделаю обычным текстовым документом. Если вам интересны темы, вам нужны ссылки и презентации, то до конца нашей встречи вы можете совершенно спокойно все это скачать себе на компьютер. Ну, а мы уже приступим к сегодняшнему мероприятию. Начнем мы с инструментов от простого к сложному. Я расскажу о плюсах, минусах. Возможно, если вы в них работали или что-то уже умеете в них делать, может быть, в чате поделитесь своими впечатлениями. Сервис, который существует довольно давно, ClassTools он называется. Это онлайн-сервис для создания интерактивных флеш-ресурсов. Сначала здесь в основном были различные дидактические игры. Создатель его английский педагог Рассел Тарр. Сейчас сервис не начал, а продолжил развиваться. Появилось много интересных, необычных шаблонов, которые позволяют создавать не только игры, но и различные другие учебные материалы. Вот об этих шаблонах и поговорю. Не все в этом сервисе я попробовала, поэтому не о всех шаблонах буду рассказывать. Расскажу только о том, что пробовала, и что меня заинтересовало, и что мне понравилось в этом сервисе. Первый из шаблонов очень простой, называется «Лента времени». Сервис для создания действительно очень простых ленты времени, может быть даже интерактивных, их называть слишком громко, потому что весь интерактив будет заключаться в том, что вы создаете, размещаете в сети интернета, и пользователи могут получать информацию. В чем плюс этого сервиса, самый главный, самый основной, то, что в нем не нужна регистрация. Это очень полезная вещь, особенно в связи с тем, что сейчас многие родители, в школах, например, очень болезненно относятся к тому, что учащиеся нужно регистрироваться в каких-то сервисах для работы. Введение персональных данных – все это довольно такая серьезная тема для размышлений, поэтому, по крайней мере, я в своей работе неоднократно сталкивалась с этой проблемой. Поэтому здесь на помощь придут сервисы, которые позволяют работать без регистрации. К сожалению, их немного, но Class Tools – это один из них. Здесь вы можете самостоятельно работать. Шаблоны здесь такие простые, что и можно подключить к этой деятельности детей. И, например, давать им не конспектировать учебник, а представить информацию, например, в виде ленты времени, прочитать параграф и представить биографию какого-то писателя, например, в виде ленты времени, используя один из шаблонов. Ну, а ссылку потом показать в классе учителю. Особенно это эффектно будет смотреться на интерактивной доске, например. Как работать в этом сервисе? Регистрация не нужна, просто заходите, открываете шаблон. Вот он сейчас перед вами, так выглядит. Сервис на английском языке, но вы можете попробовать его, как всегда, перевести с помощью Google Переводчика. Это делается. Правой клавишей мыши, если у вас браузер Google, щелкаете в любое место сайта. И правой клавишей выбираете, щелкнув правой клавишей, выбираете в выпадающем списке перевести на русский. Ну, сайт в большей или меньшей степени переведется, станет работать проще. Шаблон тут, в общем-то, все понятно. Вот в эти желтые прямоугольники мы вписываем дату начала и окончания. Ну, например, биографию писателя, дата рождения, дата смерти. А далее сервис автоматически этот временной промежуток разбивает на вот такие промежуточные даты. К сожалению, мы тут ничего не сможем отформатировать вручную, здесь все будет автоматом. Вот эти промежуточные даты мы уже не редактируем. Поэтому тут события либо прямо к дате прикрепляются, либо в маленькие промежутки между ними. Добавляем события красным плюсиком, вписываем текст. Лента времени предельно простая, здесь в основном тексты добавляются. Единственное, вы можете добавить фоновое изображение. Я вам две ссылки в чат отправила, там как раз фоновые картинки присутствуют. Все события двигаются просто мышью по ленте времени, вы можете их передвигать, вы можете эти прямоугольнички перекрашивать. Внизу прямоугольник цвета фуксии, там можно какую-то небольшую дополнительную информацию внести. Вот, пожалуй, и все. Сохраняете, нажимая на дискетку. Дальше вам предлагают, можно поделиться в ссылку, получить или код для встраивания на сайт и блог. К сожалению, у меня со встраиванием все плохо получилось, встроился просто пустой шаблон, очень обидно. Поэтому насчет встраивания тут очень аккуратно надо, а вот по поводу ссылок все работает, все хорошо. Этой ссылкой, заходя по ней, вы можете неоднократно ее редактировать, если хотите. Главное, ссылку не потерять. Вот, пожалуй, и все. Есть на сайте галереи уже готовых ленты времени, вы можете что-то подсмотреть оттуда, вы можете поинтересоваться, что делали другие, там на русском языке очень много материалов. Можно их использовать и в своей работе тоже. Просто и быстро. В итоге получается, ну вот у меня получилось примерно так. Посмотреть, как это в реале выглядит, вот ссылочку я отправила в чат, можно там посмотреть. Здесь основные события из повести временных лет попытался отобразить. Еще один интересный шаблон – интерактивный плакат. Интерактивное изображение. Image hotspot он называется на английском языке. Для интерактивных плакатов, наверняка вы знаете, самый известный сервис, Sinklink он называется. Правда, он сейчас предельно монетизировался, и поэтому многие учителя от него отказываются, пытаются найти какие-то другие варианты. Если у вас нет необходимости вставлять какое-то большое количество информации, прикреплять к интерактивному плакату, то можно воспользоваться опять шаблонами из Class Tools. Здесь очень простой шаблон. Интерактивное изображение – это изображение, на которое наносятся точки. Их еще называют горячие точки или интерактивные метки. Вот такие вот красненькие. Например, в этом сервисе они красного цвета. Загружайте картинку свою, далее щелкаете по любому месту вашей картинки, появляется вот такая горячая точка. Открывается окошечко для добавления дополнительной информации. Как видите, можно добавить текст и можно добавить гиперссылку на какой-то веб-ресурс, либо вы можете через ссылку добавить ссылку на какую-то картинку, на карту, на какую-то презентацию на другом сайте. В общем, все на какой-то видеоролик, может быть. В общем, все, что имеет ссылки, вы можете сюда ссылку совершенно спокойно добавить. К одной метке, как видите, можно прикрепить только одну ссылку и небольшой текстовый фрагмент. Зато это все создается очень быстро, и это тоже очень хорошая вещь для детского творчества. Можно предложить вот такую работу с интерактивными плакатами, например. В готовой работе опять вы получаете ссылку на нее, можно ей делиться, можно попробовать встроить на страницу сайта и блога. Ну вот, пожалуй, и все. Хороший материал, хорошая альтернатива сервису SyncLink. До этого я довольно скептически относилась к этому сервису, но в последнее время он радует интересными шаблонами, которые действительно рабочие, и нужно их использовать. Далее. Еще одна интересная вещь называется виртуальная галерея или галерея 3D. Ну вот она так называется 3D. Хотя на самом деле я бы не сказала, что прямо 3D тут. Ну, с элементами. Если вы сейчас по ссылке пройдете и начнете немножко листать стрелочками, то там элементы объемного изображения присутствуют. Но смысл в чем? Это виртуальная галерея, где вы попадаете в такой якобы музей. Можно загружить 10 изображений или 10 видеороликов. Они будут в таких рамках отображаться, и вы можете путешествовать между этими слайдами. Опять-таки здесь можно представить какую-то учебную информацию, можно попросить учащихся создать какую-то интерактивную галерею. Кроме изображений сюда можно добавлять небольшие подписи к каждой картинке. Если присмотреться, вот сейчас на слайде, там внизу небольшой прямоугольник, это как раз для текста. Небольшие текстовые комментарии. Опять-таки можно создавать сами такие интерактивные вещи, а можно попросить и читателей или школьников попробовать создать что-то свое. Две кнопки вверху, все очень просто. Оплот имидж – это для загрузки изображений, а видео URL – это для загрузки видеоролика с YouTube, например. И после этого у вас все это будет отображаться. Можно в это просматривать, пролистывать стрелочки вперед-назад. Интересное, необычное оформление, такое довольно симпатично смотрящееся. Поэтому рекомендую – тоже, в общем-то, неплохой инструмент, на мой взгляд. Фон, к сожалению, не настраивается. Вот единственный недостаток здесь – небольшие возможности для редактирования. То есть, вот какой есть, он такой и есть. Ну и еще один шаблон. Как я уже сказала, здесь очень много игр. Есть так называемые аркадные игры, где вы создаете, например, 15 вопросов, и вам генерируют три вида игры. Вы выбираете то, что вам нравится на основе этих вопросов. Правда, шаблончики там немножко такие архаичные, напоминающие игры начала конца 90-х, начала 2000-х. Ну, хотя в этом есть, наверное, какая-то прелесть. Можно попробовать их. А вот совсем недавно появилась на сайте игра необычная с провокационным названием «Забрось учителя». Позже, конечно, по-разному к этому относиться, но в чем интерес? Это викторина, состоящая из 15 вопросов. Что-то по принципу, кто хочет стать миллионером, только немножко пожестче. Здесь и сама игра. Участники должны ответить на 15 вопросов, причем у них нет права на ошибку. То есть, как только ты ошибаешься, игра на этом заканчивается. Ты, конечно, можешь начать все заново и опять с нуля подниматься дальше. От 15 при правильном ответе поднимаешься выше, выше, выше до первого вопроса. Как только ты добираешься и правильно отвечаешь на последний вопрос, у тебя появляется такое вознаграждение, не вознаграждение, появляется возможность в прямом буквальном смысле слова забросить изображение учителя из рогатки в какую-то область экрана. Если вы не хотите такого издевательства над собой, то в качестве своей картинки, своего портрета, можно любую картинку добавить, загрузить в сервис. Я с сайта сделала скриншот, как это сам создатель сайта видит. Это его фотография в центре. Он предлагает в качестве эксперимента вот такой шаблончик. Здесь есть конструктор для его создания. И у этой игры есть еще три подсказки внизу. Это подсказать правильный ответ, это помощь класса, и это выбор из двух вариантов. Ну, в общем, кто хочет стать миллионером, очень похоже. Сейчас ссылку отправлю в чат. Смотрите, как это выглядит на практике. Можно по-разному к этому относиться, но таких вот игр я больше нигде не видела. Как это работает? Здесь очень такой простой шаблон. Правда, он немножко необычно заполняется. Вверху название викторины. А вот в большом поле я просто увеличила шрифт, написала, как это вписывается. Вы задаете 15 вопросов. Каждый вопрос с новой строки. Парадок такой. Вписываете вопрос, дальше звездочка, правильный ответ и неправильные ответы. Их может быть всего четыре. Один правильный и три неправильных. Ну, как кто хочет стать миллионером. Дальше новые строки, новые вопросы и так далее. Кстати, можно не 15 создать, можно больше. Тогда сервис автоматически перемешает все и выберет наугад какие-то случайные совершенно 15 вопросов и предложит их в игру. Если создать вопросов много, то каждый раз будет открываться, наверное, новый вариант игры с новыми вопросами. Ну, а дальше кнопочкой Create вы все это создаете, и игра начинает работать. Это вот последний шаблон, который предложил создатель. Сервис на этом не останавливается. Я думаю, со временем здесь появится еще много чего интересного. Поэтому советую присмотреться к сервису. Может быть, что-то интересное вам здесь покажется. Ну, на мой взгляд, уже достаточно. Давайте перейдем еще к одному известному сервису, о котором, я думаю, слышали все. Называется он Learning Apps. Сервис для создания различных игр, викторин, кроссфордов на основе шаблонов. Здесь как раз в основе создания различных дидактических игр и материалов. Он в первую очередь полезен, конечно, педагогам, но я знаю, что многие библиотекарей пользуются, создают здесь интересные тоже интерактивности. В чем плюс с сервисом? Он русифицирован. Даже если сайт сразу не переведется на русский, можно вверху флажочек установить российский флаг, и все автоматом переведется. Это первый плюс. Второй плюс для учителей – то, что здесь есть возможность создавать свои классы. Но, как правило, это остро стоящая проблема. Если мы что-то задаем, мы хотим проконтролировать выполнение нашего задания. Здесь есть возможность создавать классы. Но здесь обязательная регистрация. Когда вы создаете класс, добавляете туда своих учеников, и им необходимо самим зарегистрироваться в этом сервисе. Там минимальная предоставляемая информация, но тем не менее она нужна хотя бы. Имя и адрес электронной почты. После того, как они зарегистрировались, они попадают в ваш класс, вы даете им задания, распределяете, ну а дальше вы в личном кабинете можете просматривать, как кто из участников, кто поучаствовал, допустим, в викторине, кто нет, кто как ответил и так далее. Такая полезная статистика. Для библиотекарей, может, это не так актуально, а вот в качестве хорошего учительского инструмента это действительно полезная вещь. Как здесь все работает? Здесь есть шаблоны. Вот скриншот с левой стороны – это как раз список шаблончиков. Здесь даже не все, их тут более 20 самых разных. Здесь есть просто интерактивные материалы, например, ленту времени можно создать. Что у нас тут еще может быть? Можно виртуальную доску создать, я чуть попозже расскажу, как это все работает. Но в основном здесь большая часть шаблонов – это игры, самые разнообразные. Сортировка картинок, распределение по категориям, пазлы, кроссворды, викторина. Самый распространенный здесь вид материалов создается очень просто. Вам достаточно выбрать шаблон, а дальше его заполнить, и викторина сгенерируется. Вот как раз этот конструктор, он с правой стороны. Здесь все на русском языке, поэтому особо инструкции даже и не нужно. На что обратить внимание стоит? На то, что вопросы и ответы можно задавать не только в виде текста, но еще в виде картинки, можно озвучивать, прикреплять аудио и видео. Полезная вещь. Вам нужно задать список вопросов, варианты ответов, отметить правильные и неправильные, но далее викторина сгенерируется. Все материалы в личном кабинете сохраняются, вы можете ими делиться, вставлять на сайты и блоги. Вот, спасибо. У нас уже начали добавлять материалы. Спасибо большое за ссылки. Я надеюсь, коллегам будет полезно посмотреть. Спасибо, что делитесь опытом. Еще один интересный шаблончик называется интеллектуальный пазл. Мы привыкли, что пазл из кусочков создавляется. И действительно такие сайты, сервисы есть, которые картинку из кусочков составляют. Но здесь интеллектуальный пазл. По сути, это распределение слов по категориям. Например, нам нужно выбрать персонажей из сказки Чуковского. Одних персонажей отправить в сказку «Муха-Цокотуха», других в сказку «Айболит». Распределение по категориям, по сути. То же самое. На заднем фоне здесь, в чем смысл этого пазла, если вы все соберете верно, картинка откроется, вы ее увидите, либо там еще может быть видеоролик, и тогда он запустится. Здесь вы можете создавать 6 групп. Внутри слова для категорий. Автоматически эти слова будут в маленьких кусочках пазла у вас. Далее все это сохраняете. Выбирайте размер, кстати, пазликов побольше, поменьше. Если у вас много слов, то можно поменьше выбрать. Если слов не очень, то средний, либо крупный размер. Ну, а далее вы можете всегда вернуться и отредактировать, если что-то вам не понравится здесь. Сейчас ссылочку отправлю на эту игру. Так, минуточку, пазл. Так, что ж такое сегодня со ссылками. Ну, вот пазл так выглядит на деле. Ну, и викторину пример. Кстати, перед тем, как создавать любой вариант материалов, вы можете посмотреть, как это сделали ваши коллеги. Там есть примеры. Можно их открыть, посмотреть, что-то подсмотреть, какие-то идеи. Не обязательно использовать свои викторины в работе. Вы можете посмотреть, понравившуюся викторину открывать, использовать тоже. Поэтому советую еще просмотреться к другим материалам. Далее. Хронологическая линейка. Лента времени. Здесь называется хронологической линейкой. Но она необычная, поскольку ориентация у сайта на игровые материалы, то здесь игровая лента времени. Вот здесь интерактив в полном смысле этого слова. Задание. У нас перемешаны разные эпизоды из жизни писателя, например. Дана лента времени со сшечками временными. Нужно эти эпизоды распределить по времени. В хронологическом порядке. В общем, выстроить все это. Выбираете хронологическую линейку, открываете шаблон и его просто заполняете. Вот так он выглядит. Во-первых, нужно задать максимум и минимум, что называется. Начало линейки и конец линейки. Далее. Здесь не как в класс тулс, здесь автоматически ничего не будет вам разбиваться. Все даты, которые вы впишете, они как раз и появятся на ленте времени. Сервис самостоятельно ничего разбивать не будет. Поэтому здесь больше возможностей для редактирования. Вписываете первую дату. Далее в графу оценка, ну вот так перевели на русский язык, в графу оценку вписываем дату. Ну и следующую пару создаем. Если нам нужно какое-то указание или подсказка может быть, то для этого есть специальное поле, которое так и называется – указание. Кстати, в качестве элемента вы можете использовать не обязательно текст, можно и картинку добавить. Но тогда обязательно нужно заполнить графу указания, чтобы было понятно, к чему эта картинка и что она указывает. В конце этого шаблона есть еще большое поле, называется подсказка. Там что-то общее можно вписать, какую-то общую подсказку дать ко всей игре, если участники будут в ней затрудняться. Ну а далее количество дат здесь не ограничено. Вы можете добавить любое количество и дат, и событий. И все это изгенерируется в большую ленту времени, с которой можно будет поиграть. Еще одна интересная штучка называется интерактивное видео. Что это такое? Викторины – это уже довольно известный вариант, уже особо детей сейчас не удивишь этим. Большое внимание сейчас уделяется использованию видеороликов самых разнообразных. Учителя снимают видеоуроки, библиотекари снимают видео лекции, все это выкладывается в интернет. Спасибо большое за ссылки. По лентам времени дополнительная информация. Если кому-то интересует тема лента времени, то я проводила вебинар в начале этого учебного года в сентябре месяца. Если на портале Директ Академии вы его найдете, там есть большой вебинар про ленты времени. Там можно более подробно про них посмотреть, в том числе и о том, как сделать нечто подобное. Ну и чуть возвращаюсь назад теперь. Интерактивное видео. Что это такое? Сейчас проблема стоит в чем? Видеоролики – все отлично, но как-то нужно стимулировать зрителей как-то, чтобы они побольше внимания, что ли, приложили к этому видео, как-то поучаствовали, выполнили по итогам просмотра какие-то задания, ответили, может быть, на вопросы, пообсуждали что-нибудь и тому подобное. Поэтому так появилось понятие интерактивное видео. Что это такое? Это видеоролик, внутри которого встроены вопросы и задания. Они могут прямо внутри видео встраиваться, либо в конце, после просмотра. Вот Ленин Эпс предложил инструмент для создания такого интерактивного видео. Видео прерывается в определенный момент, а дальше задается вопрос, задается пояснение, либо какое-то задание дается, самое разнообразное. Может быть, кроссворд, может быть, игра на иди пару, может быть, пазл, в общем, все что угодно. В качестве заданий здесь будут выступать игры, которые уже созданы в этом сервисе. То есть вы можете заранее создать какое-то количество разных упражнений и заданий, а затем их вмонтировать внутрь видеоролика. И получится у вас интерактивное видео. Как это все работает? Вот шаблончик сейчас перед вами на экране. Здесь надо, к сожалению, здесь вот сервис пока не дошел до того, чтобы автоматически определять время. Поэтому придется записывать его вручную. В первой графе «Время начала показа» вам нужно проставить временную отсечку, когда этот вопрос, когда это задание должно появиться на экране. Например, в 27 секунде должно быть некое задание. Я вписываю 0.27 сюда. Дальше. Графа «Вставка» большая. Здесь вы можете добавить аннотацию. Интерактивное видео не обязательно все состоит из вопросов. Вы можете добавлять какие-то вставочные, дополнительные маленькие информации по ходу просмотра видеоролика. Например, какое-то непонятное слово прокомментировать. Либо вам кажется, что в ролике мало информации, надо бы еще что-то добавить. Сюда можно вписать все это. Далее. Вот самая интересная кнопочка. Называется «Вставка апп». Вот сюда мы вставляем выбранное приложение или упражнение. Нажимаем на синюю кнопку. А дальше откроется ваш личный кабинет. И вы из ваших личных упражнений выбираете то, которое хотите сюда добавить. Добавляются только свои собственные, сохраненные и заранее сделанные в личном кабинете. Ну а далее переходите к следующему моменту видеоролика и так далее продолжаете. Количество заданий здесь не ограничено. Единственное, что не стоит перегружать слишком видео, иначе оно будет очень тяжелым, оно просто не запустится на экране. Ну оптимально 3-4, ну максимум 5 заданий, каких-то дополнительных упражнений. Интересное видео можно сделать таким образом, используя различные виды заданий. Вот такой интересный шаблон. Интерактивное видео. Еще один интересный шаблон называется «Сетка приложений». Это некая такая виртуальная доска, на которой выложено сразу несколько игр. Вот я вам сейчас ссылки отправлю, вы сразу увидите, как это все выглядит. На экране как раз одна из таких игр. На основе этой сетки приложений очень многие учителя, те, кто пользуются сервисом, придумали делать квесты. Веб-квест получается. Он, конечно, довольно такой простенький, но тем не менее. Как это все работает? Дело в том, что у сервиса Learning Apps есть такая особенность. У них есть графа, называется «Обратная связь». Она бывает в конструкторе, самая последняя. Обычно туда вписывают какие-то поздравлялки. Например, «Молодец, ты правильно ответил на все вопросы, поздравляем», что-то вроде этого. На самом деле все это можно стереть и отредактировать. Будет ли рассылка о видеозаписи? Видеозапись вебинара вы можете посмотреть на портале, на канале YouTube Директ Академии. Да. Вот там. Запись, конечно, будет в конце этого дня, в начале следующего. Да, вот в эту графу «Обратную связь» вписывают обычно какие-то секретные слова. Может быть, фрагмент слова, может быть, букву, может быть, одно слово. А в последнем задании этого квеста из собранных вот этих артефактов нужно собирать одну готовую фразу. И получится выполненное итоговое задание. Вот такая игра-квест получается. Все это можно сделать с помощью вот этого шаблона «Сетка приложений». Вы размещаете здесь несколько заданий по порядку. Первое, второе, третье, четвертое. Это игры, которые сделаны в самом сервисе заранее. В конце каждой игры даете секретное слово, либо фрагмент какой-то, из которого нужно собирать готовые высказывания. Ну вот примерчик здесь – это «Путешествие по сказкам Пушкина». Ссылка полностью на этот квест есть в материалах, в вебинарах. Можете потом поучаствовать, попробовать. Здесь такая морская тематика. Поиски сокровищ. Юнги, капитаны отправляются в путешествие. Пять маршрутов, пять заданий нужно выполнить. И тогда задание квеста будет выполнено. Необычно, интересно, а можно попробовать. Конструктор очень простой. Здесь просто вы вписываете заголовок, а дальше выбираете из своего личного кабинета нужную игру, заранее созданную. Вот они так выглядят. Заголовок игра. В качестве заголовка стоит здесь, я думаю, пронумеровать задание, чтобы участники не потерялись. Первое, второе, третье, четвертое и так далее. Ну и далее вы все это сгенерировали, вставили. Можно на сайт, можно в блог, можно ссылкой делиться. В общем, это очень классный сервис, интересный. О нем можно говорить долго и интересно. Но я уже о последнем. Шаблончике, который мне понравился. Он почему-то незаслуженно забытый, а тем не менее, это интересная вещичка. Называется виртуальная доска. О сервисах для создания виртуальных досок тоже много говорят и пишут. Самый известный падлет, наверняка вам знакомо. Это такая бесконечная доска, бесконечный лист, на который можно вставлять видеоролики, картинки, тексты. Все подходят для мозгового штурма, например, для коллективной работы. Вот это очень полезная вещь для проектной деятельности. В общем, можно применять ее долго. Единственное, что падлет стал платным. Бесплатно можно создать, по-моему, не более пяти таких виртуальных досок. Но далее бесплатный аккаунт закончился. Есть еще один сервис, Linaid. Он бесплатный, можно его попробовать. Но раз мы уже зарегистрировались в Lening Apps, то чтобы не попробовать здесь. Здесь есть такая доска, называется доска объявлений. По сути, это виртуальная доска, где вы сами можете что-то размещать. Вы можете эту доску закрыть и размещать на ней материалы только для своей. Например, делать виртуальную выставку. Поместить сюда обложки книжек, по ними небольшие аннотации. И далее все это сохранить и представить читателям. А можно сделать доску открытую для редактирования. Я ее сделала. Ссылка перед вами в чате лежит. Там даже есть вопросик, какую книгу вы сейчас читаете. Вы можете попробовать, как оно работает. А я ее сделала так, чтобы она была открыта для всех. Главное, там не поудалять сообщения других участников. То вы можете прямо сейчас попробовать открыть ссылку и попробовать что-то написать. Как это все делается? Выбираете вид контента. Там можно добавлять любой вид контента. Вы можете выбрать. Да, вот у нас доска уже есть. Спасибо за ссылку. Для тех, кто впервые, можете попробовать сейчас это сделать. Вы можете выбрать любой вид контента. Текстовая заметка, видео, картинка, что хотите. Щелкнуть по ней мышкой. Появится на виртуальной доске вот такое окошечко. Ну и текстовую заметку щелкнула. Можно у нее цвет поменять. Цветовая гамма тоже наверху присутствует. Но дальше просто текст вводите. Можно за уголок потянув ее увеличить, уменьшить. Но сам текст, к сожалению, здесь не редактируется. Тоже минус, что виртуальная доска не бесконечная. Здесь все-таки есть ограниченность пространства. Но тем не менее, для небольшой группы участников можно попробовать, поэкспериментировать. Если у вас получилось что-то написать, поставьте в чате плюсик. Я буду знать, что доска работает. Вот такая интересная вещь. Когда нам что-то нужно для быстро, для мозгового штурма, можно ее использовать. О, отлично работает. Ну вот. Тоже хороший инструмент, советую. Главное в этом сервисе, что он на русском языке и бесплатный. Это самое, наверное, главное в нашей работе. Вот выглядит так шаблон. Он вообще очень простой. Просто вписываете задание. Можно какую-то задачу поставить, если вы запланировали проектную деятельность. Вот сюда впишем какую-нибудь задачу, которую мы хотим решить. Дальше. Следующая галочка, где там снятая галочка, ограничить возможность дополнения. Я там галочку сняла. Это как раз закрытый и открытый доступ. Если галку снять, то можно без регистрации всем там работать совершенно спокойно. Вот здесь детям, кстати, регистрироваться не нужно. Они могут самостоятельно добавлять. Главное подписывать свои мысли, кто что добавил. Ну и далее можно редактировать, какие виды информации вы хотите там видеть. Тексты, картинки, аудио, видео. Галочки снять, то, что вам не нужно. Например, вы хотите получить только тексты или только картинки. Это все тоже настраивается. Вот такой неплохой сервис. Далее. Еще один инструмент уже теперь на английском языке. Называется Flippity. Это тоже конструктор. Конструктор на основе таблиц Google. Я думаю, наверняка у большинства из вас есть аккаунт Google, поэтому информация будет полезной. Регистрироваться здесь не нужно. Достаточно иметь аккаунт Google. И вот через него, собственно, и будет происходить вся работа. Для того, чтобы создать какую-то вещь в этом сервисе, здесь 16 шаблонов самого разного вида. Для того, чтобы что-то создавать, нужно заполнить таблицу Google, но затем она сгенерируется, и будет у вас игра. Самый интересный шаблон, на мой взгляд, здесь – это своя игра. Очень интересный формат, потому что очень часто такие игры проводятся, я знаю. По крайней мере, у нас в библиотеке – это было самое востребованное мероприятие, своя игра. Да и в школах, я думаю, тоже. Командные викторины по принципу своей игры очень хорошо. Сервис чем хорош, почему я на нем остановилась? Потому что был в свое время неплохой сервис FlipGivis. Он как раз ориентирован был на создание своей игры, но он закрылся. И нужно искать альтернативу. Альтернатива вот есть такая. Можно по-разному к этому сервису относиться. Кому-то нравится, кому-то нет. Но оценок я навязывать не буду. У меня он показался довольно любопытным. Какие-то вещи можно попробовать. Вот, в частности, свою игру можно попробовать. Как это работает? Вот перед вами табличка. Главное, тут ничего лишнего не удалять. Столбиков, граф, иначе не сгенерируется как нужно. Все, что голубеньким цветом, мы не удаляем. Все серенькое можно удалить и заполнить своим. Вверху пишутся категории. Тут даже на русский переводить особенно не надо. Вверху пишем категории. А дальше у вас идет 100, 200, 300. Это стоимость вопросов. Чем? Проще вопрос, тем меньше он стоит. А дальше кью и а. Буковка кью и буковка а. Эй. Да, буковка а. Кью – это вопрос, question. А эй – это answer, это ответ. Вопрос-ответ. Вот так и вписываем все. Стираем вот эту серую информацию, добавляем сюда свои. Ранее эта игра была на 4 команды, сейчас увеличилась. Здесь уже до 8 команд можно сделать эту игру. И попробовать поиграть с участниками. Здесь есть возможность введения счета, как вы видите. Вы запускаете игру на большом экране, участники выбирают номер вопроса, вы его открываете, по итогам начисляете команде нужное количество очков. Очень удобно, на одном поле работает. Единственный недостаток здесь, что это все без картинок. То есть здесь нет возможности добавить картинки. Но тем не менее, как вариант, это можно использовать, это рабочая схема. Еще один интересный шаблон. Я искала шаблоны, которые чем-то выделяются, потому что об одном и том же рассказывать неинтересно, да и смысла особого нет. Вот эта игра на «Найди соответствие». Здесь у нас не парами. В Ленин Эпс предлагается по категориям расставлять, по парам составлять. Здесь посложнее игра. Это для более серьезных каких-то игровых экспериментов. Здесь заполняются 4 колоночки. Ну, например, вот внизу пример такой игры. Например, здесь выбраны имена каких-то деятелей, даты с ними связаны, события, ну и итог, что происходило во времена, когда жили эти персонажи, что с ними было связано. Далее вы вписываете в графы необходимую информацию по каждому персонажу. Сервис все автоматически перемешает. И на выходе получится вот то, как оно внизу сейчас выглядит. С помощью стрелочек вы можете вращать эти строчки, перемещать их вверх-вниз, менять местами. И задача такая – собрать нужную комбинацию, чтобы все строчки совпали так, как это должно быть. То есть Иван Грозный, Апричнина, Ливонская война – вот все вот это вот должно совпасть. Сервис вам все это перемешает, а вам ваша задача – собрать. Интересную игру можно сделать на историческую тему, например. Да и по литературе, я думаю, что-то можно придумать в связи с этим. Ну и, наконец, самый известный здесь шаблон, который чаще всего используется. О нем больше всего написано «обучалок и мастерилок». Это флеш-карточки. Что это такое флеш-карточки? Это такие интерактивные материалы. Наверняка, когда у нас уже даже не было интернета и всего этого интерактивного, наверняка все ими пользовались. Это карточки чаще всего использовали для изучения иностранных языков, запоминания иностранных слов. С одной стороны писалось слово, с другой стороны его перевод на русский язык. Ну, их перемешивали, перелистывали, перечитывали и так запоминали. Сейчас эти карточки переехали в онлайн-среду. Сейчас можно их делать интерактивными. Их можно перелистывать. Слычку я вам дала. Там самый простой набор карточек, просто для примерчика. Сервис позволяет их генерировать. Здесь всего четыре колонки. В первую колонку вписываем то, что будет на лицевой стороне, во вторую колонку то, что на обороте. Дальше, третье – это цвет. Там единственное, что придется вписывать в английскими буквами. Цвет. Ну и цвет текста – это последняя графа. Если нужно, вы можете цвет туда вписать. Если нет, то он будет отображаться просто черным. Далее, особенность, что можно сюда добавить картинки, видео и аудио. Единственное, что все эти материалы должны быть уже опубликованы в сети интернет. Сюда можно добавить ссылку на картинку, ссылку на видео, ссылку на аудио. В нужную графу. Ну и далее сгенерировать все это. Получить ссылку. Можно код на все это встроить на страницу сайта и блога. Кроме того, что можно просто так играть с карточками, их перелистывать туда-сюда-обратно. Здесь можно маленькую викторинку сделать. С одной стороны будет вопрос, с другой стороны – ответ. Кроме того, вот там вверху есть вкладочки. Я перевела все специально на русский язык, чтобы понятнее были. Можно с этими карточками играть по-разному. Например, можно их вывести. Вот эта вкладка, которая называется «Согласование». Они будут все перемешку. Вам нужно найти соответствие. Найти, где лицевая, а где изнаночная. Сторона карточки их соединить в пару. Дальше. Можно облако слов составлять на основе этих карточек. Что еще? Можно сделать так, усложнить игру. У вас будет только лицевая сторона, например, какой-то вопрос, а нужно будет вписать ответ. Пустое поле, туда нужно будет что-то вписывать. Можно подключать в себя звуковые файлы. И тогда у вас будут озвученные карточки. Но для иностранных языков это может быть актуально. Сам шаблон несложный. Здесь можно много чего напридумывать. Поэтому тоже советую, если понравится, можно попробовать. Ну, наконец, перейдем к сервису, о котором можно говорить долго и много. У меня одно время был целый вебинар, посвященный этому сервису. H5P он называется. Это сервис для создания самого разнообразного интерактивного контента. Более 40 видов разных шаблонов и материалов здесь представлены. Сервис продолжает развиваться. Я пока даже не все шаблоны здесь освоила. Но это все впереди, я надеюсь. О некоторых из них я сегодня расскажу. Ну, сервис на английском языке. Спасибо, 46. Сервис на английском языке. Полезно его перевести на русский, особенно если первый раз вы с ним работаете, потому что от обилия информации, которая здесь представлена, иногда, ну, чтобы отторжение не наступило. Потому что этот сервис позволяет форматировать и настраивать практически любой ваш шаг, любое ваше движение. Картинку, видео, тексты, порядок отображения, надписи, как будет что появляться, что не появляться. В общем, все-все-все здесь можно настроить вручную. Это очень подробный сервис, пожалуй, самый подробный из того, что я видела. Ну, давайте ближе к делу. Здесь более 15 игр самых разных. Есть флеш-карточки, есть игры со словами, есть игра «Найди пару» и «Отметь слова», четыре вида викторин самых разных. В общем, для начала нужно в нем зарегистрироваться. Регистрация тут довольно длинная будет. В чем там фокус самый главный? В конце надо подтвердить, что вы не робот, так называемый копча. Там появляется поле, в которое нужно вписать некий ответ на некий вопрос. Вопросы, я понимаю, автоматически генерируются. Вопрос будет на английском языке, и ответ нужно по-английски вписывать. Вот это единственное, что может вызвать здесь затруднение при регистрации. Ну, в общем, Google-переводчик нам в помощь, мы это можем легко перевести и вставить. Все, что надо. Зарегистрировались, ну, а далее выбираем шаблон, начинаем работу. Пока сервис бесплатный, очень хотелось бы, чтобы он таковым и оставался. Одно время часть шаблонов были ограничены. Например, лента времени одно время была ограничена только для тех, у кого есть WordPress. Сейчас она открыта для всех. Я периодически просматриваю, пока вроде бы ограничений особых не заметила. Ну, давайте с самого простого начнем. Самая простая викторинка здесь называется Single Choice Set. Обычно единичный вопрос, вопрос-ответ, выбор из... Да, его можно встроить в Moodle точно. В WordPress есть плагин WordPress, но если вы в Moodle работаете, то он туда тоже встраивается. Ну, вот пример такой игры. Она очень простая, там нет никаких картинок, там есть вопросы-ответы, из которых нужно выбрать правильный. Конструктор тоже предельно простой. Синенькие – это вопросы, серенькие – это ответы. Первый обязательно должен быть верным, остальные неправильные. Вариантов может быть столько, сколько захотите. Далее вам сервис все перемешает, и можно будет в нее играть. Вот и все. Тут буквально создается игра за 5 минут. Если что-то очень срочно нужно, и нужно на основе текста, то вот эта игра. Дальше. Вторая игра, разновидность предыдущей, самари называется. Что это такое? Это игра на основе суждений. Вам дается набор каких-то суждений и утверждений, нужно из них выбрать верное. Но опять-таки этот набор может быть от одного, вернее, от двух и более суждений. Первые обязательно правильные, вторые все неправильные. Здесь есть еще дополнительно подсказка. Можно что-то подсказать, если какие-то затруднения возникнут. Таких наборов может быть несколько внутри одной вектарии, насколько вам захочется. Ну и вот ссылка вам в рассказке Пушкина, например. Далее. Ну, для тех, кто уже большой знаток онлайн-сервисов, кажется, что это скучновато. На самом деле нет. Есть вот такой конструктор, называется он Quiz Question Set. Это конструктор для создания викторин с разными типами вопросов. Внутри одной викторинки можно создать сразу раз, два, три, четыре, шесть типов вопросов. Это делает викторину разнообразнее, интереснее. И к ней еще можно подключать разные медиа. Картинки, например. Ну, давайте посмотрим. Вот первый вариант ответа. Multiple Choice он называется. Это вопрос и несколько вариантов ответа. Причем вариантов может быть несколько правильных. Не обязательно один. Может быть и один, но может и несколько. Принцип работы тот же самый. Записываете вопрос, варианты ответов даете, отмечаете правильный. Есть опция для подсказок, если нужно. Ну, а далее генерируете. Готово. Далее. Другое. Вот это необычное задание. Такого я еще в других сервисах не видела. Называется задание Drag and Drop. В чем смысл? Ну, сразу переставим на следующий слайд, чтобы было понятно, как это работает. Я вам ссылочку дала, самую последнюю. Там внутри одной викторины сразу практически все типы заданий можно посмотреть. Вот, пожалуйста, перед нами картинка, которой нужно подобрать правильный ответ. Вот, допустим, у меня такая была выдра. Нужно было угадать, что это выдра. Три варианта ответа, может быть, больше. В качестве вариантов могут быть тексты, вот как здесь, либо может быть картинка, картинка картинки. Задача – мышкой взять правильный вариант ответа и бросить на ту часть картинки, которую нужно отгадать. Ну, вот я выдру выделила в такую рамочку, и задача на эту выдру направить кнопочку «Выдра». Да, так и называется Drag and Drops. Тяни и бросай. Вот такой смысл. То есть, по сути, найди соответствие из списка. То есть, у нас есть список каких-то ответов, нам нужно выбрать правильный, соответствующий картинке, если в двух словах. Вот шаблончик для этой игры. Загружайте стартовую картинку. Самое главное, обращая внимание, что здесь все картинки и видеоролики, которые вы грузите, и аудио тоже, они все ограничены по размеру до 16 мегабайт. Ну, для картинок, может быть, это не очень актуально, а вот если вы видео, например, будете загружать или аудио, там повнимательнее придется. Далее можете отредактировать здесь размер задания на экране, в каком это будет виде. Можно оставить все по умолчанию. Далее переходим к заданию, собственно. Выделяем ту часть картинки, которая нам нужна. Вот для этого у нас есть элемент выделения. Это называется дроп-зон. Вот такая точечка. Мы ее можем в виде квадратика на весь экран мышкой раздвинуть. Можно прямо на всю картинку, можно на часть картинки, которую надо угадать. Далее создаем вот эти кнопочки, так называемые, с вариантами ответов. Их можно редактировать, значок карандашик, а можно удалять этот значок мусорной корзинки в виде текста. Рядом есть значок картинки наверху, можно эти кнопочки в виде картинки делать. Далее на последнем этапе мы возвращаемся в редактор и правильный ответ отмечаем, какой из этих трех верный. Ну, вот в игре правильный, там поставили галочку. Чтобы участники не промахнулись, мы можем настроить прозрачность изображения. То есть ту часть картинки, которую надо угадывать, сделать ее попрозрачнее, чтобы было понятно, куда кидать правильный ответ. Ну и дальше отмечаем, что правильный ответ только один. Нажимаем сохранить. Перед этим, конечно, придумываем название нашей забави. Ну и сохраняем все это. В общем, все это работает довольно интересно и быстро создается. Далее здесь же есть возможность создавать игры со словами. Например, нужно вставить недостающее слово fill in the blank. Вставить, ну, заполнить пропуски другими словами. Как это все работает? Вписываете сюда текст. Нужное слово сразу туда вписываете внутрь текста, но его отмечаете звездочками с двух сторон. И тогда его будет не видно. И тогда его нужно будет вписывать и вставлять. Вы можете несколько таких текстовых блоков вставить. Нажимаем на еще одну кнопку внизу и еще один добавляем. Далее. Та же самая игра со словами, но теперь отметь слова. Что делаем? Опять вписываем какой-то текст небольшой. Отмечаем слова, которые будут правильными ответами, звездочками с двух сторон. Ну и задания придумываем. Например, вот среди названий рыб спрятались другие слова. Не имеющие к ним отношения, отметьте их, пожалуйста. Все, что не имеет отношения, отмечаем звездочками. Скинедировали такую игру. Еще один вариант. Драг текст. Перенеси текст. Вам нужно распределить персонажей по книгам. Они даются списком сбоку. Ваша задача нужного персонажа отправить в нужную книжку. Таким образом можно создавать. Точно так же звездочками сразу вписываем уже готовый вариант. А все, что мы хотим скрыть, мы отмечаем звездочками. И вот эти слова «северный олень», «писец», «белая сова» будут появляться списком сбоку. Нужно будет их вставлять в нужные места в нашем тексте. Ну и самый простой, наверное, здесь игра – это true-false, правда-неправда. Даем вопрос, ставим галочку «правда» или «неправда». В раздел «Медиа» можем добавить, например, картинку, чтобы была интереснее Викторина. И все, игра у нас сгенерирована. Этот шаблон мне больше всего нравится, я им чаще всего пользуюсь, поэтому о нем поподробнее. Несколько слов об интерактивном плакате. Здесь есть возможность создавать интерактивные плакаты тоже. Они здесь немножко посложнее, чем в Class Tools. Сейчас ссылку отправлю, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Тоже интерактивные метки добавляются, но к интерактивной метке, если вы на шаблончик посмотрите, то можно выбрать тип контента. Можно добавлять разный контент. Здесь есть возможность добавить картинку, можно добавить тексты, можно добавить видео. Внутри текста можно добавлять ссылки на тот или иной веб-ресурс, если вам необходимо. Здесь все очень просто. Стартовая картинка загружается вверху. Правда, на ней не очень удобно работать, она такая не очень большая будет, маленькая. Вот на ней маленькая зеленая точка, которую так сейчас плохо видно, но если присмотреться, есть на глобусе. Вот эта горячая метка я просто щелкнула в любое свободное место, где мне захотелось горячую точку. Я тогда щелкнула, и у меня открылось описание. Карточка, которую нужно заполнить к этой метке. Выбираем тип контента, там картинка у нас, или видео, или что-то другое, и нажимаем на кнопку «Добавить метку». Она у нас добавлена на экране. Дальше, если нам нужно добавить новую кнопочку, опять добавить метку, опять новая вкладка, не вкладка, они будут друг за дружкой отображаться, как список. И новая метка, опять щелкаем, и опять тот же принцип работы. Самое интересное, что к одной метке здесь можно добавить сразу несколько видов контента, прямо все, что захотите. И тексты, картинку, и видео. Все три можно. Либо три картинки, либо три видеоролика. В общем, здесь практически не ограничены масштабы. Вы можете очень много сюда дополнительной справочной информации в этот плакат добавить. Поэтому советую. Хорошая вещь. С этим же плакатом можно по-разному поиграть. Можно, например, эти точки сделать скрытыми. Шаблончик называется «Find the hotspot». Найди горячую точку. Вы загружаете картинки. Даете какую-то… загружаете стартовую картинку и даете какое-то задание. Например, вот у меня была фотогалерея про птиц. Нужно найти был правильный ответ из предложенных шести картинок. Сейчас ссылку вам отправлю. Вот она. Сгрузили картинку, дали задание. Ну а дальше с помощью вот этих инструментов, которые я выведела в красную рамочку, обводим каждую птичку, каждую картинку. И к ней добавляем обратную связь. Правильно это или неправильно. Если коррект, то это правильное значит. И можно обратную связь дописать. что, например, это не то, что вы искали. Либо наоборот, молодец, ответил верно. Сохраняем. И так участники могут мышкой вводить по вашему интерактивному плакату и искать правильный ответ, нажимая на кнопочке. Если в ответах несколько, то это другой шаблончик называется «Find multiple hotspot». Найди несколько точек. Ну вот, пожалуйста, ссылка на нее. Здесь у меня была игра, несколько памятников. Нужно из них выделить, те, которые в Мурманске находятся, три правильных ответа здесь. Задание. Загружаем картинку. Точно так же выделяем здесь все. Прописываем, сколько правильных ответов. Ну и опять-таки отмечаем правильное и неправильное. И даем обратную связь, если нужно. В качестве обратной связи вы можете дописать какую-то небольшую дополнительную информацию. Например, если ответ неверный, можно не просто написать, что это неправильно, а можно дописать, например, что этот памятник находится вот в этом городе. То есть такой плакат будет обучающий, не просто поисковый, но и какая-то новая информация появится у участников. Тоже полезная вещь. Интересный шаблончик «Найди пару». Я вот сделала литературных котиков. Сейчас вам покажу, что за котики у меня получились. Нужно каждому автору найти его котика, которого он создал. Ну вот пример сейчас на экране. У меня кот Матроскин и Эдуард Успенский. Здесь все тоже предельно просто. Загружаете две картинки, которые нужно соединить в пару. Даете название каждой из этих картинок, чтобы было понятно, кто и что. И таких пар можете создать неограниченное количество. Синей кнопочкой нажимаем «Добавить новую пару». Опять две картинки грузим. И в сервису перемешает. Наша задача их перекинуть из одной колонки в другую. Я, правда, уже запамятовала. Слева направо их надо кидать или справа налево. Но там походу будет понятно, чтобы получилась, состоялась пара. Кстати, подобный шаблон есть и в Lulens Apps. Там тоже есть похожие. Соедини две картинки. Еще один вариант игр с картинками – расставить их в нужном порядке. Я взяла книги из серии про Гарри Поттера. Сервис их не перемешал. И вот можно их расставить в нужном порядке. Вот еще одна ссылочка. Шаблон называется «Image Sequences». Задание даем. Грузим две картинки. Вернее, не две картинки, а больше, конечно. В нужном порядке главное… Да, слева направо, спасибо. Главное их в нужном порядке загрузить. Ну, по хронологии событий. Подписываем название там. Закружаем картинку, подписываем, сохраняем. Все, сервис все перемешает. Ваша задача – мышкой передвигать в нужном порядке, переставлять. Так что, тоже хороший вариант игры. Ну, и еще здесь есть флеш-карточки. Опять эти вращающиеся карточки, на которых один вопрос, с другой стороны ответ. Вот здесь красивые карточки. Можете по ссылке пройти, посмотреть. Они будут немножко дольше грузиться, но очень красивое оформление. На синем фоне вполне симпатично смотрится. Даем задание. Заполняем две стороны карточки. Question – это вопрос, answer – ответ. Не обязательно там должен быть вопрос-ответ, вы можете какую-то информацию туда вписывать. Например, с одной стороны дать обложку книжке, с другой стороны написать, кто ее автор и так далее. Ну, у меня вот так получилось. В качестве вопроса сам вопрос, в качестве ответа текст некий. И дополнительная картинка подкружается для того, чтобы помочь. Дальше подсказка, если она нужна. Дальше есть дополнительные настройки, если это нужно. Ну и все, количество карточек здесь неограничено. Можно неплохую викторину создать или виртуальную выставку, например. В свое время мы записывали, делали аудиозаписи, чтение стихов нашими читателями. Например, в 2018 мы делали проект книги-юбиляры. Писатели-юбиляры, книги-юбиляры. У нас осталось много аудиозаписей. Читатели библиотеки читали стихи на микрофон. Как их было интересно представить, мы особо не знали. Просто выкладывать их списком в блоге как-то не очень нам показалось интересным. Вот на выручку пришел вот этот шаблон Dialog Cards. Здесь возможность те же самые флеш-карточки еще и озвучивать. Здесь можно прикрепить аудиофайл. И задание сделать такое. Сможете ли вы определить, кому принадлежит стихотворение. На лицевой стороне просто озвучка и небольшая картинка. Мы его слушаем стихотворение, затем отвечаем, не отвечаем, переворачиваем карточку, проверяем. Можно так интересно представить виртуальную выставку и творчество читателей. Собственно, то же самое можно и со школьниками, я думаю, сделать. Аудиостудий много, и можно попробовать попросить их что-то озвучить и такую выставку их аудиозаписи представить. Все это вставляется и в блог, и на сайт, поэтому это очень хорошо. Лента времени. Я сегодня по времени перебираю вебинар. Если вы устали, то я могу, конечно, вебинар прервать. Если у нас еще есть возможности, у нас получается примерно еще минут на 20 информации. Если все в порядке, то еще минут 20 вашего внимания займут. Уже так, вкратце. Давайте продолжать. Спасибо. Итак, лента времени. Таймлайн называется. Ссылку отправлю. Сейчас. Не отправлю. Ладно, что-то я про ленту времени забыла. Тогда по слайду. По слайду посмотрите. Есть обучалки по H5P. Там есть ссылка на эту ленту времени. В принципе, лента времени здесь очень несложная. Здесь опять есть конструктор, куда мы вписываем заголовки, подзаголовок, фоновое изображение на нашей ленте времени. Можно установить ее размер, если это принципиально. Высоту ленты времени можно сделать. А далее вписываем, добавляем события на ленту времени год, начало и окончание. Здесь интересно, нужно обратить внимание. Я, когда насваивала, не сразу поняла, в чем причина, почему моя лента времени генерировалась, а я ее записывала в обычном формате, через косую черту. На самом деле, надо через запятую писать дату. Вот я поэтому тут крупной красным шрифтом написала, как нужно даты вписывать. Либо просто год вписать. С читательскими декламациями. Есть ссылка, вот то, что я ссылку кидаю в чат, она есть вся в текстовом документе. Так что вы можете там все посмотреть. Да, там все есть. Пожалуйста. Форма даты через запятую вписывается. Можно просто год вписать, но если у вас полная дата, то нужно разделять запятыми. Год, месяц и день. Здесь в обратном порядке, еще и через запятую. Вот, это важно. Что далее? Далее называем свою ленту времени, даем какое-то, вернее, не ленту времени, а события как-то называем. Даем текстовое описание. А в разделе ассет добавляем медиа-объекты. Например, можно видео по ссылке добавить. Можно картинку загрузить в качестве иллюстрации. Единственное, что здесь к одной дате можно добавить только один объект. Либо видео, либо картинку. Единственное, здесь ограничение. Пролистываться эта лента времени будет следующим образом. Там вверху будет в виде презентации слайд такой, а внизу сами временные отсечки. И можно как слайды листать, а можно по временным отсечкам щелкать. Сейчас проверю. Да, ленту времени я что-то, к сожалению, ссылку пропустила. Сейчас я вам дам тогда ссылку на обучалку. Там в этой обучалке встроена эта лента времени, так что можете ее посмотреть. Вот, пожалуйста, обучалка. Я не внимательно сегодня готовилась. Шаблон презентации, курс презентейшн. Это, наверное, один из таких самых крутых здесь шаблонов, потому что он создает онлайновые презентации. Прямо с нуля по слайдово можем создавать презентацию. Внутрь этой презентации, в чем здесь плюс, можно добавлять разные интерактивные контенты. Вы можете добавлять сюда, вот я все подписала, здесь даже не полный перечень, сейчас даже немножко больше здесь всего добавлять можно. Тексты, ссылки, видео, аудио и разные виды викторин. Заполни пропуски, вопрос с одним ответом правильным, с несколькими правильными. Правда или ложь, игры со словами, карточки, флеш-карточки. Можно добавлять интерактивное видео, таблицы, даже чаты. Можно добавить. Сейчас ссылку отправлю, чтобы можно было посмотреть, как это выглядит. Вот пример такой презентации. Например, вот такая. Это выставка как раз библиотечная по творчеству Николая Носова. И внутри выставки по ходу прямо вставляются вопросы и задания. Читатели смотрят выставки, выполняют задания, отвечают на вопросы. На последнем слайде, по идее, должен подводиться итог. На сколько вопросов вы ответили, сколько баллов вы заработали. Такая выставка интерактив получается. Интересный вариант представления информации. То есть не просто какие-то текстовые, картиночные слайды, а еще и дополнительные задания, которые можно выполнять по ходу. Интересно, необычно и привлекает внимание. Готовую презентацию, как всегда, можно из блока на сайт вставить. Это без проблем. Ну и самый крутой здесь шаблон, самый сложный, наверное, интерактивное видео. Я немножко про Леню Непс уже говорила. Здесь, в принципе, точно такой же. Здесь задания вставляются внутрь видеоролика. Выбираем шаблон, грузим видео с YouTube. По ссылке оно добавляется. Либо можно со своего компьютера, но опять не более 16 мегабайт. Тут поосторожней придется. Далее вкладочка называется Add Interaction. Добавить интерактив. Мы ее открываем. Ну и далее вот нам открываются возможности. Что здесь можно внутрь видеоролика добавить. Здесь примерно все то же самое, что можно добавить и в презентацию, даже немножко больше. Вот ссылки, пару ссылок добавлю. Первая про витаминки – это то, что я делала. Вторая ссылка – это от учителей литературы. Пример на литературную тему. Ну вот в моем видеоролике я попыталась как можно больше заданий представить. Здесь уже принцип был не сколько учебный, сколько показать возможности сервиса. Ну опять здесь можно добавлять внутрь видеоролика разные тексты, ссылки, изображения. Ты нас уже не удивишь. И плюс практически все возможные задания. Утверждение, выделение слов и так далее. Принципиальное отличие от сервиса Learning Apps там, что в Learning Apps нужно все заранее создать, сохранить и потом уже вставлять. Здесь ничего заранее не создается. Здесь прямо по ходу действия. Вы останавливаете видеоролик на каком-то моменте, щелкаете на паузу, выбираете нужный элемент, который хотите добавить. Например, вот сюда вы хотите какую-нибудь викторину добавить. Выбираете ее, щелкаете, открывается знакомый вам шаблон. Вы его просто заполняете, внутри видео оно вставляется. Вот так все это и работает. Ну, например, мы хотим текст вставить. На примере текста покажу. Ставите на паузу, открывается вот такое окошечко. Выбираете текст. Здесь уже автоматически вам проставляется время на 30 секунда. Автоматически вам предлагают этот текст на 10 секунд задержать на экране, чтобы можно было продлить. Вы можете вручную здесь исправить, если хотите. Можно поставить видео на паузу. То есть пока текст не прочитают, пока на вопрос не ответят, видео дальше двигаться не будет. Далее. Как представить этот текст? В виде кнопочки, либо в виде этого постера. Ну, это небольшое текстовое облачко, прямоугольненькое. Сам текст обязательно вписываем. Если нужна какая-то ключевое слово, метка, то можно тоже добавить. И вот так по любому элементу. Открывается конструктор, вы его заполняете, нажимаете сохранить, и он добавляется внутрь видеоролика. Интересные особенности. Ну, про викторины по второй раз уже рассказывать не буду, тут все понятно. Что новенькое здесь появилось? Называется вопрос перекресток, Crossroads называется. Я не пробовала, но на мой взгляд довольно интересно. Что это такое? Это викторина с выбором варианта ответа. В зависимости от выбора варианта, вы будете передвигаться в какой-то момент видеоролика. Например, если вы ответили верно, то вы какой-то фрагмент видеоролика пропустите, и дальше будете двигаться. Если ответили неверно, то вас перенаправят назад, чтобы вы еще раз посмотрели фрагмент, и необходимое, чтобы вы поняли, в чем была ваша ошибка, ну и там уже двигались дальше. Вот так называемый вопрос перекресток такой. В зависимости от того варианта, который вы выбрали, вы будете смотреть с разного периода времени ваш видеоролик. Как это работает? Вписываем текст вопроса, варианты ответа, и дальше к каждому варианту прикрепляем временную отсечку. Вот здесь нужно уже вручную вписываться. Там, допустим, один правильный ответ пойдет на 50-ю секунду, а другой неправильный пойдет на 40-ю секунду. Далее мы все это сохраняем, и так вопрос перекресток у нас родился. И еще горячие точки. Горячая точка тоже, ну как и в интерактивном плакате, интерактивная метка, которая появляется в определенный фрагмент видеоролика, она может ввести либо на веб-страничку, так можно ссылки добавлять, либо опять-таки на определенный фрагмент видеоролика. Вы сюда добавляете точку, форму, выбираете цвет, а вот в кнопочку «Go to» в эту графу вписываете, на какой фрагмент видео хотите отправиться. Тайм-код. Если вы выбрали не тайм-код, а гиперссылку, то вписываем в это окошко гиперссылку. На другой какой-то веб-ресурс. Вот такая возможность. То есть по сути похоже на интерактивный плакат получается. Ну и наконец, здесь еще есть возможность добавлять закладки. Если у вас видеоролик большой, вы хотите устроить меню такое, чтобы можно было ориентироваться, например, даете задание просмотреть только вот этот фрагмент видеоролика, то есть возможность добавления так называемых меток, закладок, букмаркс они называются. Вы просто в нужный момент видео щелкаете на значок «Добавить закладку», добавляете ее, а потом по ходу у вас из этих закладок создастся автоматический меню, и можно по нему передвигаться. Вот видео с витаминами, там вначале есть еще и закладки. Если что, можно по ним щелкать и передвигаться в нужные эпизоды видеоролика. Так это полезно, если видео действительно большое, чтобы не смотреть все целиком, можно посмотреть его фрагментами. Ну, пожалуй, с H5P все. О нем можно говорить много и бесконечно. У него появились сейчас два новых шаблона, которых я еще не успела освоить, но они мне очень понравились. Первый называется «Виртуал тур». Виртуальный тур – это путешествие по панорамным фотографиям. Загружаете панораму, и на нее наносите горячие точки, по которым можно путешествовать, как виртуальная экскурсия, по сути, получается. И второй шаблон из новых – интерактивная книга с перелистывающими страницами и интерактивными материалами. Есть куда стремиться ее и что осваивать. И здесь уже буквально несколько слов. Еще парочки сервисов – Genial.lu, Genial.ly по-разному его называют. Но не могу о нем не сказать, потому что я его очень люблю и он мне очень нравится. Он условно бесплатный. Тут есть части шаблонов платные, но даже бесплатного хватает для создания очень интересных вещей. Мы сделали с помощью этого шаблона две очень интересных интерактивных выставки. Шаблон называется «Интерактивный плакат, интерактивное изображение». Вот я вам сейчас в чат отправлю, сами оцените, нравится вам такой формат или нет. Здесь тоже интерактивные плакаты создаются. Он очень яркий, привлекает внимание, у него много возможностей. Он, конечно, намного круче, чем ThinkLink. Тут даже и сравнивать не приходится. И вот как раз интерактивные плакаты здесь бесплатно создаются совершенно. Вы грузите картинку стартовую, а дальше наносите на нем горячие метки. Интерактивные элементы они называются. Вот я покрупнее сейчас увеличила. Можно посмотреть, какие. Они тут разных цветов, разных размеров, разных видов, с разными картинками, может быть, с номерами, с маркерами и так далее. Выбираете нужные кнопочки, ну и далее эти интерактивные элементы размещаете поверх видеоролика. Кроме самых кнопочек, можно еще добавлять поверх картинок тексты, картинка поверх картинки, видеоролики. Но это не особо интересно, на мой взгляд. Интереснее, конечно, с этими горячими точками работать. Хороший вариант для интерактивных выставок. Допустим, у вас есть какая-то реальная выставка в библиотеке, вы можете сфотографировать ее и представить ее виртуально, на сайте или в блоге, и так побольше читателей с ней познакомятся. Вот мы так и сделали. Как это все работает? Картинку загружаем, щелкаем в любой момент этой картинки, и появляется вот такая метка, ну фиолетовенькая у нас, можно ее отредактировать, как хотим. Над ней два значка, один с ладошкой, в другой похожий на падающую комету. Вот тот, который с ладошкой, значок серенький, он открывает окошко для контента. Окошки тут разных видов, могут быть tooltip, это совсем маленькое, которое будет всплывать. И есть window, это большое окошко, если вы хотите туда много чего добавить интересного. Ну, window, вот оно, обычный текстовый редактор. Сюда можно практически неограниченное количество текста добавить, отформатировать его как хотите, цвет назначить, все остальное, шрифт выбрать. Внутрь текста можно вмонтировать ссылки, картинки, видеоролики, таблицы. Вверху, вот самое последнее в красной рамочке, с косой чертой и с двумя галочками, это встраиваемый объект. С помощью этой кнопочки можно внутрь этого текста встроить, например, презентацию с другого сайта, игру из лёжки и нэпс можно встроить. В общем, все, что есть с кодом, сюда можно добавить внутрь этого сервиса. И все будет работать уже проверено. У нас, например, так встраивались видеоролики, аудиозаписи, там одна выставка звучащая, там аудиозаписи встроены, если посмотрите. Вот мы сделали это с помощью этой штучки. Ну и далее, все метки можно анимировать. Для этого как раз вот значок с падающей кометой. Вы выбираете вид анимации на вход, на выход, на перемещение по экрану. Можно скорость, можно вид анимации, вверх-вниз, сверху, слева, справа и так далее. Вот все это настраивается с левой стороны. Если хотите, можно к этому плакату добавить несколько страниц. У вас получится многостраничный плакат, что-то похожее на презентацию, с горячими точками. Вот ссылка на многостраничный плакатик. Это вот как раз виртуальная библиотечная выставка. В общем, очень советую, красивый и такой хороший сервис. По этому же принципу, здесь можно сделать инфографику. Ну что еще, кроме интерактивных плакатов, здесь еще есть шаблоны для инфографики. Правда, их не очень много, не более 30. Вот, пожалуйста, ссылка на инфографику я попробовала. Например, в ВК, чтобы после закрытия плаката вернуться обратно на ВК. Ссылку на подобный плакат сделать, ссылку, например, в ВК, закрытие плаката вернуться обратно на ВК. Ну, в принципе, теоретически, я думаю, можно это сделать. Попробовать можно. Вот инфографика. То есть, я взяла один из шаблончиков, заполнила своим содержанием, она будет интерактивной. То есть, вы там горячие точки нанесете. Ну, вот здесь у меня «Северный олень», например, там и «Гага», две горячие интерактивные точки. Если на них нажать, откроется статья, более подробно о них рассказывающая. Инфографика стала интерактивной. И вот еще шаблоны здесь есть для презентаций. Вот эти вот, которые с желтыми звездочками вверху справа, это платные. Вы можете их отсортировать. Здесь есть кнопочка «Фри». Нажимаете туда, и вам откроется только все, что бесплатно. Здесь много шаблонов и бесплатных, интересных на самом деле. Можно в виде газеты сделать презентацию, газетных публикаций. Можно в виде ежедневника сделать. Там будут странички перелистываться, там перемещаться будете между статьями газеты. В общем, все это. Ссылка не работает. По сути, должна. Я и проверяла сегодня. Не, работает, работает. Все нормально. Может быть, фильтр или что-то такое. Должно открываться. Да, работает. Презентация. Ну, опять ссылку отправлю. Все делается в том же самом принципе. Вы загружаете какие-то картинки, добавляете тексты, а дальше можете интерактивные горячие точки наносить. Все это будет работать. Интерактив дополнительный. На сайте очень много разных интересных игр, шаблонов интересных, очень необычных. Я в одно время экспериментировала с шаблоном, называется код Шрёдингера. У меня он остался, правда, шаблон этот уже почему-то исчез на сайте. Ну, вот как пример необычных игр. Просто в виде примера. И есть квест игры. Ну, вот квест игра, например, по географии, там есть готовый шаблон путешествия по карте. Нужно по очереди отвечать на вопрос, как квест небольшой. Вот сейчас слайдик на экране, вот примерно так он выглядит. Я думаю, там можно поменять содержание, совершенно спокойно выбрать другие точки на карте, другие задания. Плюс этих игр в том, что там уже внутри всё настроено. Внутри шаблона там есть анимация, там есть переходы между слайдами, есть навигация туда-сюда-обратно. Поэтому игры тут тоже очень достойные. Можно попробовать, поэкспериментировать. Ну, и, наконец, на сладкое, на последок. Собственно, раз мы о квестах заговорили, ну, вот, пожалуйста. Сервис Ленис. Сервис русскоязычный, созданный нашими соотечественниками, учителями информатики. Он предлагает, этот конструктор предлагает, три типа игр. Веб-квест «Выберись из комнаты», интеллектуальную викторину предлагает и терминологическую игру «Объясни». Ну, самое интересное, здесь квесты. Причём квест может создать даже тот, кто ни разу их никогда не создавал в жизни, потому что всё очень просто. Вам нужно выбрать, как это называется, локацию. Вот здесь сколько? Семь комнат. Сейчас уже больше, я думаю, стало. Постоянно что-то пополняется. Здесь есть премиальные комнаты, которые в платном аккаунте. Но вот это я открыла бесплатные. Семь, сейчас уже восемь, насколько я знаю. Выбирайте нужную локацию. Задача какая игрокам? Выйти из этой комнаты. Есть дверь, которую нужно открыть. Чтобы открыть дверь, нужно ввести код. В качестве кода могут быть буквы и цифры. Как эти буквы и цифры заполучить? Надо отвечать на вопросы и задания, которые здесь спрятаны в комнате. Подсказок нет. Мышкой сами ищем, что-то нажимаем, что-то двигаем. Здесь можно двигать мебель, открывать ящики. Что там ещё можно? Можно что-то искать, переставлять и так далее. В общем, задача – собрать все коды, записать их и ввести этот код в дверь. И тогда она откроется. Выберемся из комнаты. Это можно представлять и на уроке, на скорость, кто быстрее, а можно и как домашнее задание предлагать. Интересный игровой материал. Выбираете локацию, дальше загружаете задания. Задания здесь загружаются так. Вам нужно, например, в PowerPoint, как картинку, написать задание какое-то, сохранить его как картинку и сюда загрузить. Ну и далее вы грузите. Вот, допустим, одна локация. Здесь три задания. Есть бонусное задание, которое как подарочек идёт. И код от двери, который нужно открыть. В разных локациях количество заданий разное. В каких-то побольше, в каких-то поменьше. Но от этого зависит сложность этого квеста. Вы можете несколько вариантов дать. И тогда у вас квест будет с одной локацией, но с разными заданиями. После того, как вы всё загрузите, кнопочка получения доступа вам даёт ссылку. Этой ссылкой можно делиться. Публиковать на сайте и в блоге здесь не получается, но поделиться ссылкой можно. И таким образом распространять квест. Сейчас очень популярная платформа. Там огромное количество квестов создаётся. В общем, попробуйте. Интересный вариант. Ну вот, получение доступа, и дальше можно играть в него. Что значит викторина? Викторина здесь по принципу своей игры. Только играется она в онлайне. Как это делается? Создаются вопросы этой викторины. Даётся несколько категорий. Тема 1, тема 2. Добавляют 5 видов заданий. Опять-таки через PowerPoint мы их как картинки загружаем. Несколько категорий, несколько тем. В итоге у нас получается вот такое поле. Как своя игра. Номер квеста, ссылка. Даёте номер квеста участникам. Они по ссылке со своих мобильных устройств переходят внутрь этой комнаты, вводят этот код и становятся участниками квеста. На экране вы видите, сколько у вас игроков подключилось. Ну вот, например, 3 игрока. Достаточно. Начинаете игру. Здесь всё на русском языке, поэтому всё очень просто. Участники. Что они? Для чего им нужен смартфон? На смартфоне будет всего одна кнопка. Ответить. Это для того, чтобы у вас не было споров, кто поднял руку первым, кто не первый и так далее. И как это работает. Хотите ответить, нажимайте кнопку. Кто быстрее нажал, то и право хода. Он отвечает вслух, например. А ведущий на экране добавляет вот к этому нулю количество баллов, если он ответил правильно. Ну, как это выглядит? Вот так. То есть участник отвечает. Здесь будет задание на большом экране, а вы участнику начисляете баллы. Если он ответил верно, то плюс нажимаете, если неправильно – минус. Все. И участник таким образом получает свои баллы. А дальше переходите к следующему вопросу и опять так и играете. Вот таким образом. Ну, вот 400 баллов ему начислили за то, что он правильно ответил на вопрос. Последняя игра здесь называется «Объяснялка». Ну, как это все работает? Вы создаете несколько категорий, и внутри каждой категории даете термины, какой нужно объяснить. Например, литературный жанр. Туда вписываете несколько терминов. Единственное здесь ограничение. Нужно объяснить это за 60 секунд, за минуту. То есть слишком много слов не нужно, но примерно прикинуть, какое время понадобится для объяснения всех этих слов. Можно с запасом, если что-то пойдет не так. Ну, и далее, как это работает? Один участник отгадывает, другой объясняет. Объяснять нужно без использования однокоренных слов. Некая похожая игра была когда-то на телевидении. Что-то такое было, я припоминаю. Ну, вот смысл в этом. Открывается на экране. Тот, который отгадывает, стоит спиной к экрану. Там есть таймер. Участник может выбрать тему, на какую он хочет отвечать. Ну, жанры, приемы, русские писатели. Выбирает, а дальше отворачивается. У того, кто объясняет, на смартфоне термины появляются. И он начинает, смотря на смартфон, их объяснять. Ведущий на экране отмечает, правильно отвечен или неправильно. Если правильно – плюсик, если неправильно – минусик. Начисляются баллы за каждый правильный ответ. Ну, вот 7 баллов. 7 терминов отгадал, 7 баллов заработал. А рядом идет отсечка времени. Сколько осталось? 12 секунд, например, осталось. Вот таким образом это работает. Ну, это вот две игры в онлайне, которые можно проводить на уроках. Например, в библиотеке можно потренироваться и так далее. Ну, все, пожалуй, на сегодня. Спасибо большое. Я сегодня перебрала много. Что-то я увлеклась сегодня чересчур. Ну, это только вот начало разговора. На самом деле тут можно много о чем говорить. Как всегда, запись будет вебинара, презентацию можете скачать, ссылки можно скачать. Я все это опубликую чуть попозже в группе «Икотэмастерилки» на Фейсбуке. Если у вас вопросы есть, как всегда, знаете, где мне найти. На Фейсбуке, в блоге и в группе. Спасибо вам большое.